Сергею Кудикову известно, как с помощью мехов, горной и наковальни создать невообразимое произведение. От аккуратных маленьких сережек или подвески до настоящих рыцарских доспехов. Кузнец прошел долгий путь. От мастера производственного участка в колледже до исторической реконструкции. И вот уже 8 лет занимается по-настоящему жаркой работой. В родном городе Мстиславли его знает каждый. Есть своя стационарная кузня, а есть передвижная, с которой я езжу по фестивалям и демонстрирую. Развитие данного ремесла, именно кузнечное направление художественное. С кусочка любого металла можно сделать что-то теплое, согревающее и радующее душу людям, которые это приобретают. Раз в год маленький агрогородок на берегу Днепра становится эпицентром веселья и радостных улыбок. Праздник никогда не был исключительно для местных жителей. Александрия собирает друзей уже в 12 раз. В этом году организаторы подготовили новую программу. Тематические молодежные площадки, сувениры и галоконцерт. Каждый находит занятие по душе. Почти полтора километра торговых рядов. Традиционная еда и дегустация лучших белорусских товаров. Ярмарка мастеров удивляет своими произведениями. Кожаные сумки, кошельки, браслеты и подвески. Все ручной работы. В этой благодатной земле, в Могилевской земле, на Шкловщине собрались настоящие друзья. Все люди, кто уважает друг друга, кто ценит друг друга. Мы сегодня видим калейдоскоп народного творчества. Здесь же и традиционный белорусский ручник – символ фестиваля. По мнению организаторов, благодаря ему сохраняется душевность и национальный колорит праздника. В Александрии представители всех регионов Синеокой. Бобручане тоже доехали до Шкловской земли. Сегодня мы принимаем участие в этом замечательном празднике. Подготовили уникальную фотозону из настоящего зефира с аэрографией. Также мы привезли новинки. У нас будет беспроеклужная лотерея, в которой можно поучаствовать. Наша всегда была сильная сторона продолжения традиций народных промыслов в Беларуси, в частности Могилевщины и Бобруйщины. Поэтому наши традиционные гончарные изделия, керамика художественная, резьба по дереву, живопись по ткани и разнообразные изделия в этой тематике. В этом году гостями праздника в Александрии стали более 66 тысяч человек. Одни с раннего утра гуляют по торговым рядам, рассматривают продукцию предприятий, другие приезжают в разгар фестиваля. Но площадок здесь так много, что обойти их за день просто невозможно. Дискотека и караоке. Музыка льется со всех сторон. Когда вернешься, что друзьям расскажешь? Я расскажу то, что я еще сюда приеду, если на следующее купалье тут будет. И тут очень классно, тут замечательно. Нравится техника? Да. А что это? Татал. А ты знаешь, где его производят? Знаю. Где? На стойке. Ну, в Минске, правильно? На тракторном заводе? Да. Уже успели что-нибудь посмотреть? Посмотрели, как красиво представлена наша Беларусь. А что больше всего понравилось? Ручники понравились, васильки понравились, голубое небо понравилось, солнце понравилось. Медиахолдинг «Бобруйское житё» представляет на фестивале виртуальную студию. Почувствовать себя ведущим новостей корреспондентом может любой желающий. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко лично знакомится с возможностями современной журналистики. Пробует себя в новом амплуа и заодно делится своими впечатлениями от увиденного. Сделал по путешествия, что ты вот один регион, другой промышленный, сельскохозяйственный потенциал, люди, наряды, костюмы, с которыми встречают, особые слова. Вот это и есть единство нашей нации, что мы все регионы, которые здесь вот разместились, мы демонстрируем. И не просто это на праздник только, а повседневной нашей деятельности мы демонстрируем единство нашей нации. По традиции не обходит вниманием этот форум и Александр Лукашенко. На малой родине президент – желанный гость. Глава государства благодарит всех, кто внес свой вклад в организацию фестиваля. Мы не случайно называем наш праздник «Александрия собирает друзей». Это тоже исконная традиция делиться радостью с теми, кто приходит в наш дом. Миром делиться и добром. И мы, белорусы, всегда готовы принять в свою большую семью всех, кому близки наши ценности и жизненный уклад. Наша историческая память. На этой сцене выступали гости из разных стран. Все эти годы они дарили нам частичку своей культуры. История Купальской ночи в Александрии не прерывалась, невзирая ни на пандемию и внешнее политическое разногласие. Так будет всегда. Кульминация народного праздника – гала-концерт. На сцене президентский оркестр и обновленная труппа Купаловского театра. А песни звучат по заявкам жителей Александрии. Один из них пожелал услышать Серегу. Просьбу исполнили. Второй хедлайнер – Олег Газманов. Финалом становится композиция «Беларусь – это мы». Красочный аккорд. Салют.